ПЕСНЯ Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня здесь, на Нижегородской земле, мы открываем очередной семинар рабочего движения «Российский комитет рабочих». Очень отрадно видеть количество 14 человек с решающими голосами. Это, на мой взгляд, представители рабочего класса, которым судьба рабочего класса действительно важна и которые хотят в ней участвовать и вносить какие-то изменения в жизнь трудящихся в современной России. И для этого, в принципе, и служим мы Российскому комитету рабочих, для этого организовывается данный семинар, чтобы люди, черпнув какой-то опыт, могли этот опыт нести в свои коллективы, чтобы те требования, которые выдвигают прогрессивные рабочие на сегодняшний день в нашей стране, расходились по всем коллективам, чтобы была консолидация между коллективами и чтобы в итоге рабочий класс обрел свое классовое чутье и нанес сокрушительный удар по нашему классному врагу. Значит, на сегодняшний день предлагается к рассмотрению 4 вопроса, но прежде, значит, по регламенту хотелось бы знакомлю тех, кто в первый раз. Как проводится наша работа, значит, начинаем мы в 10 часов, ведем работу до 18, в 13.30 перерыв на обед, значит, предлагается следующий регламент, то есть мы с 10 до 12 без перерыва 2 часа работаем, потом 10 минут перерыв, кому нужно что-то там сделать, возобновляем в 12.10 работу и до перерыва на обед до 13.30. Потом, значит, час у нас обед, в 14.30 опять же собираемся здесь и уже до 18 продолжаем работу. Возражений никаких нет? Значит, предлагается следующий, значит, в регламенте докладчикам от 15 до 20 минут для выступления, в прениях выступлений до 7 минут. Ну и вопросы к докладу уже непосредственно, там как бы мы временем не ограничим, если возникают вопросы, первое, как правило, дается возможность задать вопрос рабочим с решающим голосом, ну и потом уже, соответственно, другим, да, задаем вопросы и в прениях уже выступают другие товарищи. Значит, сказал я, да, в прениях до 7 минут. Вот кто, впрочем, за предложенный регламент, прошу голосовать. Кто за, против, воздержавшийся, единогласный. Ну, значит, ознакомлю вас с теми вопросами, которые сегодня будут на повестке дня. Я думаю, многие уже знакомы, так как повестка была заранее разослана. Но все же, значит, первый вопрос. Борьба за сокращение рабочего дня до 6 часов. Это одно из самых коренных требований на сегодня, так как по решению оргкомитета мы решили, этот вопрос ставим во главу угла первым и является, наверное, одним из самых масштабных. Второй, значит, вопрос. Борьба профсоюзов за создание условий труда, сохраняющей жизнь и здоровье работников. Ну, там он звучит работниц и работников, да. Третий вопрос. Борьба за повышение заработной платы до стоимости рабочей силы. Ну и четвертый. Проблема рабочего дня профсоюзов. Вот эти вопросы. Нам стоит сегодня по ним выслушать доклады, разобрать, в чем-то обсудить. Напоминаю, значит, порядок, как работа у нас происходит. Сначала выступает докладчик, значит, потом прение. После прения, после обсуждения вопросов, если будет бурное обсуждение, да, мы, то есть, все выясняем в это время. Потом докладчик зачитывает, как правило, проект постановления, который он подготовил. Этот проект постановления после окончания нашей работы обсуждается, потому что это проект, соответственно, да. Кто-то, если у кого-то какие-то дополнения, изменения, кто-то видит, может быть, что-то иначе в этом вопросе, значит, в редакционную комиссию свои правочки вносит. И уже завтра, когда мы принимаем по этим вопросам решение, с учетом тех поправок, которые в редакционной комиссии будут, мы уже в целом будем вопросы эти, принимать решение по этим вопросам. Вот, как бы, такая структура у нас работы. Ну, что ж, начнем. И для доклада по первому вопросу, борьба за сокращение рабочего дня до 6 часов, Дмитрий Юрьевич, приглашаю вас. Дорогие товарищи, приветствую всех, кто приехал на комиссию российских рабочих. Рад видеть новые лица, вот, и радостно, что рабочие приезжают. В общем, борьба за 6-часовой рабочий день действительно является главным таким звеном. Улучшение этого пункта приведет к улучшению и во всех, во всех остальных сферах. Это и снижение воздействия вредных, вредных факторов на непосредственно нас, рабочих. Вот, и освободить свободное время, которое необходимо для развития. Вот. В настоящее время ситуация в российской экономике складывается таким образом, что у нас очень мало свободного времени для нашего развития. А также это приведет, то есть борьба за сокращение рабочего времени до 6 часов приведет к тому, что предприниматели будут вынуждены оптимизировать прибыль, вот, исходя из этих условий. То есть повышать производительность труда, вкладывать в производство, вот, модернизировать устаревшее оборудование, вот. И эта задача, в общем, в общем, лежит на нас, рабочих. То есть стимулировать, стимулировать развитие отечественного производства. Хочется напомнить, что Карл Маркс в манифесте коммунистической партии сказал, что вся история развития общества – это история борьбы классов. И сегодня мы наблюдаем некоторую такую стагнацию, можно сказать, классовой борьбы. И этим, на мой взгляд, и объясняется отсутствие развития в нашей стране экономического роста. Хочется напомнить, что сокращение рабочего дня, история сокращения рабочего времени в начале века, значит, до 11 часов, к этому, то есть, в законе это закрепилось после того, как были произведены коллективные действия русскими рабочими, вот, в частности, морозовская стачка привела к сокращению рабочего времени до 11 часов, и впоследствии советская власть закрепила эту норму до 8 часов, и привело к этому тоже борьба рабочих, российских, русских рабочих, явочным порядком. То есть, это происходило явочным порядком, то есть, в процессе забастовочных действий рабочие по факту уже работали 8 часов, вот, на некоторых предприятиях, вот, а советская власть просто это уже закрепила в законе. И сегодня ситуация, в принципе, по большому счету, та же самая. Производительность труда выросла во много крат, тем не менее, рабочий день не сокращается, и сокращаться по инициативе работника он не может, работодателя он не может. Это может происходить только по инициативе работников, поскольку заинтересованы в этом работники. Прежде всего, мы рабочие, заинтересованы в сокращении рабочего времени, вот. Поэтому переход к 6 часовому рабочему дню возможен только в результате коллективных действий. Таким образом, рабочим, заинтересованным и осознающим необходимость этого перехода, необходимо пройти определенные процедуры. Значит, это создание конференции. Первое – это создание конференции, то есть необходимо набрать больше половины согласных участвовать, значит, половина работников предприятия, выбрать своих представителей и провести конференцию. Дальше наступают переговоры примирительные, и в процессе переговоров забастовка признается законной, частичной. забастовкой. То есть забастовка – это либо полная, либо частичная прекращение работы. Но поскольку полная забастовка – это прекращение работы, это сложно и не нужно, то есть это потеря заработка, и на это пойти не всегда нужно. Переход к частичной забастовке по сути и есть переход к шести часовому рабочему дню. Поскольку забастовка объявляется бессрочной, то коллективные действия могут происходить сколько угодно времени. В процессе этого времени освободившегося мы можем ставить другие требования о переоснащении производства и повышения уровня реального содержания заработной платы. И тем самым добиться своей цели улучшения положения рабочих и приведения стоимости труда. Ну да, то есть до оплаты труда, до уровня стоимости ставить. Но основная задача – это время, конечно. Чтобы заниматься этими вопросами, нужно высвободить рабочее время, то есть свободное время освободить. Поэтому вот такая задача стоит перед нами сегодня. И надеюсь, что как-то и комитет поможет в этом. И рабочим, которые еще не поняли, что только освобождение нас – это дело на самих. В общем, давайте это, как говорится, продвигать на своих предприятиях. Для этого мы и собираемся, чтобы приехать к с вами коллективам и объяснить то, что необходимо бороться за 6-часовой рабочий день. Но еще хочется сказать, для чего это нужно еще, что на сегодняшний день работодатели не заинтересованы в развитии производства. Потому что они получают сверхприбыль от такой эксплуатации, что нет понимания в рабочей среде, что один час мы работаем только создавая себе необходимое благо. А все остальное время мы работаем, создавая стоимость капиталистов. И в таких условиях странно вообще ждать от него каких-то действий, направленных на улучшение нашего положения. То есть, с их стороны все отлично, все вообще в шоколаде, можно сказать. При такой степени эксплуатации рабочего класса доходы растут постоянно, мы это видим. То есть, доходы капиталистов растут, при том, что доходы населения падают. Ну, это понятно, и каждый чувствует это на своей шкуре. И цифры говорят о том, что число долларов-миллиардеров растет, миллионеров растет. Средних среднячков, так сказать, капиталистов, тоже количество растет. То есть, тех, кто до половины, миллиарда имеют, я таких вот, имею в виду. То есть, их тоже вырос на 22 процента число этих граждан. Ну, то есть, раз где-то прибавляется, значит, где-то убавляется. Вот, и в этой ситуации ждать того, что капиталист начнет делать в интересах рабочих, то есть, покупатель рабочей силы будет покупать ее дороже, это наивное представление детское. Вот с этим, конечно, вот эту инертность нашего, сознание наших трудящихся, надо, конечно, вот преодолеть, в первую очередь, что понимания вот этого населения нету. И, возможно, из-за этого вот и процесс тормозится. Ну, и вот наша задача тоже объяснять, конечно, людям, это, что наши интересы коренные в этом и есть. Конечно, одному ты ничего не добьешься, только коллективными действиями, забастовочной борьбой мы добьемся своего успеха и перейдем к шестичасовому рабочему днюю. Спасибо за внимание. Вопросы, может, не тренируйся. Вот, может, вопросы будут, да. Это вот поконкретнее расстыть, понятие рабочего времени. Вот рабочее время, когда ты пришел на работу и питал пропуском, вот проходной, либо ты уже переоделся, уже сидишь на самом рабочем месте, ждешь, и когда уходишь домой, ты мыться идешь, уже рабочее время или еще нет? Ребочее время уже нет. Еще рабочее или нет? Хотелось бы, да, то узнаете подробнее. Насколько я знаю, рабочее время, это, ну вот, когда ты проходишь на проходную. Первая граница, а вторая граница? Вторая граница тоже, когда ты выходишь с проходной. Это законодательное или это мы сейчас решили? Нет, по крайней мере, это вот, ну, по моему опыту у нас так было. Вот, а время, когда ты переодеваешься, это входит в рабочее время. Логично было. Моешься там и так далее. Все зависит от наглости работодателя и сознания рабочего. А его потихонечку отжимают в это время. Понятно дело. Ну, понятно, что да, капиталист пытается удлинить рабочий день любыми способами. Это его объективный интерес. А наш интерес, соответственно, противоположный. Поэтому, опять же, это все зависит от коллективных действий. То есть все это можно обсуждать в процессе переговоров и вносить в договора коллективные, эти положения. Возможно, это законодательное или закоперено? В коллективном договоре, конечно. Советоваться, чтобы закоперено. Для этого есть коллективный договор. Это наш основной инструмент, просто, в помощь которого мы, в общем, действуем. То есть это средство, то есть коллективный договор, в котором можно написать все, в общем, все, что угодно. Дмитрий, вот вы описали, то есть способ, когда рабочие не требуют от работодателя сократить рабочий день, а просто берут его и по факту их сокращают сами. А интересно, где-нибудь какие-нибудь забастовочные действия, какие-то рабочие коллективы уже вводили такое требование? Ну, или требование, или по факту, может быть, вот так, как вы описали. Ну, такое требование в истории известное. А сейчас? А вот современных, современных, ну, я не знаю, что мы, на практике, а, на Украине, ну, там на Украине, да, ролик я видел тоже, этот, что на заводе, но там это, ну, как это реализуется, я не знаю, то есть, ну, такие требования, ну, то есть, я очень, по-режим, порядком, я не знаю, происходит ли это или нет. Вот, то есть, по факту, у меня нет информации такого. Ну, то есть на Украине, там, такое требование кто-то выставляет? Ну, по крайней мере, да, это требование выставляется, да, ну, как оно реализуется, я не знаю, профсоюз, да, вроде, выставляет такое требование, но на самом деле, сколько по факту и рабочий день сейчас происходит, мало информации вообще на счет этого. Ну, по крайней мере, этот лозунг уже идет, вот, и он осознается и ставится, вот, в программы профсоюзные требования. Это уже тоже радует, что. Еще вопрос. У меня небольшой вопрос такой будет. Вы сказали, что на некоторых предприятиях России еще до Октябрьской революции был введен 8-часовой рабочий день. Вы хотя бы одно предприятие можете назвать? Предприятие? Предприятие. Или это только слухи? После февральской были... Я точно сейчас вам не скажу. Ну, да, после февральской революции уже это... Были такие случаи, да. То есть, это... Рабочие добивались этого и просто уходили после 8 часов домой или собрание проводили. Ну, конкретно предприятия я сейчас не могу сказать. Вот, какие. Спасибо. Я веду в реальность. Такой момент. Вам задали вопрос по границам 6-часового рабочего дня. То есть, человек, рабочий, вернее, заходит на завод по пропуску, да? Это у него уже рабочее место. Это рабочее время идет. Нет, я хочу уточнить. Это у вас так на заводе? Почему? Потому что у нас на заводе такого нет. Если мой рабочий день с 8 часов, и я через проходную прошла 1 минута 9-го, мне уже на это делают замечание, что вы уже опоздали. И с работы я ухожу без 15-5. Я закрыла свою папку, я пошла уже без 15-5. Вот это мой рабочий день закончился. А дальше проверяет, во сколько я опять пробилась. Если я чуть раньше пробилась, где-то на минуту, мне говорят, вы, значит, на минуту раньше с работы ушли, потому что до проходной минуты 4, но идти нужно. У вас как на заводе в этом плане? Ну, на предприятии, где я сейчас работаю, у нас рабочее время начинается непосредственно, как только срабатывает, значит, дача электронная. Электронная. ну, то есть, заканчивается, ну, я отвечу. Ну, давай. Просто, уважаемые товарищи, вопрос, конечно, такой интересный, но при поступлении на работу работодатель обязан у вас и те службы и организации, которые сопутствуют введению, значит, административной работы на предприятиях. Этот регламент рабочего времени прописан не только трудовым кодексом, но и правилами внутреннего трудового распорядка, которые есть на каждом предприятии. Открывая этот нормативный документ, мы также четко понимаем, со скольки и до скольки начинается у кого рабочий день, какие перерывы, какие технологические перерывы, какие обеденные перерывы. Все это прописано внутренним трудовым распорядком, либо коллективными договорами, либо другими какими всякими возможными соглашениями, на которые пойдет работа датей. Но думать, что рабочий день, извините меня, с 8 и до 5 в стенах какого-то производства, это тоже неверно. А вы во сколько просыпаетесь, чтобы добраться до этого производства? А сколько вы добираетесь после 17 или 18 или 20 00 обратно до работы или там... То есть, вы это время не считаете в рабочей, когда вы идете на работу или идете с работы? Не считайте. Это вы не считаете. А я вот, к примеру, считаю, потому что это время вы затрачиваете для того, чтобы прийти на работу или уйти с работы. И у вас получается рабочий день не 8 часов. В маленьких городах это касается где-то 10, если, допустим, час до работы дойти и час вернуться с работы. В больших городах это время уже растет. И вот мы уже на примере суточ часов наших не раз говорили, когда рисовали часы, во сколько и сколько нам остается времени для свободного и всестороннего развития. Еще значит, как можно понимать сокращение рабочего дня. То есть это один такой метод, который через борьбу ведет к сокращению рабочего дня. Но есть методы, которые допустим невозможно сегодня на предприятии организовать эту борьбу по разным причинам. Но возможно сократить рабочее время. То есть вот если он маляр, то есть у нас как сейчас работодатель считает, если ты военный, ты должен 8 часов стрелять, если ты штукатур, ты 8 часов должен набрасывать извините меня штукатурку на стены. Но весь этот труд он тоже как-то регламентируется и все эти возможности улучшить это трудовое время, это рабочее время рационально использовать. Кроме того, как рабочий, я считаю, никто не сможет этого сделать. Для этого в рамках 8-часового рабочего дня вы, грубо говоря, 4 часа выполняете непосредственные свои трудовые обязанности, которые у вас связаны с вашей компетенцией, как сейчас говорят, но оставшееся время вы можете также тратить на участвование в СУОД, специальные оценки условий труда, быть привлечены, создавать также комитеты какие-либо по улучшению требований, профсоюзные организации могут в это время работать. То есть человек, не выходя с рабочего времени, в общественной жизни и в управлении организацией может участвовать. И это тоже будет сокращаться в рабочую время. То есть те факторы опасные и вредные, которые на него воздействуют в течение восьми часов, вы это время просто сокращаете, вы находитесь в этих факторах примерно четыре часа. Но я знаю, что сейчас есть такая ситуация по тому, как и, во-первых, изменилось законодательство и по вредности, значит, ведутся журналы, то есть работодатель, чтобы опять сократить значит, вам выплату по вредности, он ведет журналы. То есть вы, и здесь уже каждый выбирает сам, просто у нас бывает на некоторых предприятиях доходит до абсурда. Человек приходит и он не ведет работу, но он находится на рабочем месте. И это время, ну, извините меня, нормальный человек постарается в тяжелых и во вредных условиях быстрее совершить свою работу, чтобы быстрее покинуть это место. Но здесь ставят вопрос уже по-другому. Если ты меньше будешь находиться, соответственно, у тебя компенсация за вредные условия труда тоже будет сокращаться. То есть не надо думать, что как бы вот это рабочее время, это вот конкретные какие-то часы именно с 8 и до 17. Там 8, у кого-то 12 часов, а смены совершенно разные. Я просто говорю о том, что и Дмитрий уже сказал, то и наши консультанты посчитали и в своих трудах это закрепили, что на сегодняшний день за 100 лет от 17 до 17 года производительность труда выросла больше, чем в 50 раз. И это позволит любому, значит, а как вы посмотрите, с какой периодичностью меняется оборудование на предприятии. Куда мы бы не зашли на сегодняшнее действующее предприятие, оборудование еще, извините меня. Военных либов. Да. И этим все сказано. То есть обновляем оборудование, соответственно, у нас высвобождается масса времени. А куда уже это время вам решать? Кому еще? Как нерабочим? Ну, извините, что так долго. я думаю, я разъясню более-менее. Можно, да, добавить? Ну, вот это снег, да? Видно, все, да? Спасибо. Что-то добавить хотели? Пожалуйста. Сместный. Сместный. А, сюда чего? Представьтесь. Здравствуйте. Александр Владимирович Северновская область. Ну, я хотел добавить по-вашему, да, замечание, что, как бы, работодатель, когда внедряет новое оборудование, он о чем думает? Он думает о том, чтобы, если я внедрю новое оборудование, значит, надо нам этом новом оборудовании, не теряя времени, производить больше продукции. То есть, тоже, один из моментов, да, то, чтобы, как бы, вроде бы, оборудование и новое внедрено, и, как бы, чтобы время сократилось. Вот. Момент такой очень важный, так сказать. Ну, все. Я, как бы, понял, отвечу, да, значит, при внедрении нового оборудования, оно же не будет само, вот, вы привезли новое оборудование, заменили старый станок на новый. Значит, это влечет, что за собой? Опять, надо учиться работать на этом новом оборудовании, соответственно, надо знать, как оно будет работать, надо знать, как его обслуживать. Это все время и средства тоже, да? вопрос на тебе. Что? Вопрос на тебе. Человек задавал вопрос. Ну, давайте обслуждаемся. Нет, я просто, чтобы это, я поясняю, чтобы это, как бы, не звучало, вот, пришло новое оборудование, заработало, и стало выпускать, и стало всем хорошо. Но завтра это оборудование сломалось, его надо обслуживать. Чтобы оно эффективно работало, нужно затратить время на обучение работников, опять же. То есть, к чему ведет замена оборудования? Понятно, что производительность труда за счет этого еще вырастет у собственника, гораздо вырастет. Но, извините, благодаря этому и ваш труд облегчится, несмотря на тот выхлоп, который это будет оборудование давать. И, соответственно, здесь уже, вот я говорю еще раз, то время, которое будет высвобождаться, его можно использовать как вам угодно. То есть, только рабочий на рабочем месте хозяин, и только ему известно, как и что к лучшему можно изменить. То есть, работодатель об этом не будет думать. У него сами вы знаете, какие задачи, а то, что будет улучшать жизнь именно вам, это ваша головная боль извините меня. Спасибо. Возвращение, да? О сокращении рабочего времени. Я хочу, во-первых, я... Представляться, на. А, Кузнецов, город Санкт-Петербург, ЛП-технология. Я что хочу сказать. Во-первых, тут было сказано, что введение шестичасового рабочего дня это коренной вопрос рабочего движения. Я должен поправить уважаемого нашего председателя, что это не... что не это коренной вопрос... Это, конечно, важный вопрос, но не это коренной вопрос рабочего дня. Коренной вопрос был давно уже сформулирован, что рабочий класс должен осознать свое предназначение и ликвидировать эксплуататорские классы. Это еще полтора века назад. Это я... Вот. Я еще что хочу сказать, что... Вот борьба за шестичасовой рабочий день это, так сказать, просто должно идти вместе с тем просто с борьбой за сокращение рабочего времени. Потому что ведь мы знаем, что очень многие люди у нас работают и не восемь часов, а гораздо больше люди боятся, ну, сами понимаете, начальство, и если начальство ему, значит, говорится, что нужно остаться, что нужно выйти в выходной день, и, в общем-то, люди очень часто выходят. А есть такая категория, как гастарбайтеры, мы их называем, да? Это люди, которые приехали, как правило, из ближнего зарубежья, приехали сюда за деньгами, и их выгнать с работы очень трудно. Просто не выгнать с работы. Они готовы работать до бесконечности. Разговаривать с ними тоже очень трудно на эту тему. От него там, в общем-то, дома ждут деньги, вот они разговоры. Но, тем не менее, с ними тоже нужно работать. Я знаю таких людей, у нас есть такой. И, в общем-то, стараться, чтобы они как-то осознали свое рабочее я, свое рабочее я, чтобы они не выполняли все крикоти начальства. Потому что начальство, сами понимаете, такие люди очень устраивают. Очень устраивают. На них всегда можно как-то отыграться. Даже как, кстати, и на пьяницах. Пьяницы ведь тоже начальство очень устраивают. Пьяниц, он где-то запил, на него можно накричать, и, в общем-то, он пьяница потом выйдет тогда, когда нужно и сделает все, что нужно для начальства. Вот я просто хочу как-то заметить. Плач, еще кто-то по теме сокращения и доведения рабочего. Пошел. Да, представьтесь. Дмитрий рабочий по отслуживанию зданий. Место работы издательства «Слово» город Саратов. Мне кажется, вот еще из того, что я услышал, тут как бы вытекает как бы мало того, что когда идет смена оборудования, непосредственно по моей работе, допустим, что касательно провести пример на штукатурке, допустим, когда люди вручную наносят штукатурку, допустим, на стены, то это одна производительность. Когда есть штукатурные машинки, допустим, всякие устройства, которые увеличивают, но работодатель, как правило, не уменьшает рабочее время, потому что для него просто выгодно увеличение объема, и никакой рабочий день не уменьшается. здесь нужно еще, наверное, вводить нормативы по труду, как вот раньше было разрядность, допустим, по разряду человек выполняет какое-то количество, объем работает, то и на этом заканчивается его работа на этот день. А сейчас получается, чем больше ты сделал, тем больше тебе получится. И в этой алчности заинтересованы сам рабочий. О, я больше сделаю, больше получу, его подстегивает сам работодатель. Наверное, в этом плане тоже должно быть какое-то изменение происходить, потому что без этого, наверное, ну, потому что рабочий думает, ну, я больше получу, и он все равно попадает опять в эту же кабалу, скажем так. Ну, что могу сказать по нормам, да? На сегодняшний день нормы труда, как мне известно, они еще приняты в 70-е годы, и никто их не пересматривал. Чем, значит, чревато может быть, на мой взгляд, пересмотрение тех норм, да? Значит, ввели мы новое оборудование, обучили людей, оборудование работает, нормы, новые нормы, все понимают, что они будут жестче, соответственно, и людей на это новое оборудование нужно будет меньше. Соответственно, это будет армия безработных как бы расти. Мы предлагаем совершенно как бы иное развитие событий, да? Чтобы этого не происходило, чтобы вот именно, вот, допустим, появилась у вас эта машина, на вашем примере, да, конкретно, вы стали определенный объем работы делать быстрее. Закрепите этот объем работы у себя в коллективном договоре. Соберитесь со своими товарищами и закрепите этот объем работы у себя в коллективном договоре и договоритесь со своим работодателем. Вот, извините, сегодня я выполняю 400 квадратных метров, ну, утрировано, да, своей работы. Это вас устраивает? Устраивает. Все. Все, что выше, там, или переработка, или как-то что-то за другую цену. То есть, нам на сегодняшний день трудовое законодательство дает те механизмы, которым можно это регулировать. Соответственно, если мы не будем этого делать, вот я почему и говорю, если мы этого делать не будем, конечно, он вас и сутками заставит. Он вам и 100 таких машин купит, скажет, что вы пока здесь не упадете, все здания не заштукатурите, вы так и будете работать, но кто останется потом? Ну вот, будете вы работать, вы заработаете, много вы не заработаете, но горб себе точно заработаете. И сколько вам хватит этих денег, чтобы потом просуществовать? Ну, не знаю, на лекарства ли хватит или нет. А вот те моменты вот именно в регулировании, именно участников, участие работников в управлении своего предприятия, именно вот участие в общественной работе, создание как бы своих условий. И это только коллектив. Извините, конечно, в одиночку этого. Если коллектив поймет и осознает, что действительно это мы можем, это в наших силах, это будет работать. Ну, если этого не будет, это вот как правило с коллективом все проблемы, потому что коллектив не может прийти и искать свои требования для этого мы здесь и собираемся, для этого и звучат те вопросы, как нам организовываться, как нам собрать те силы, как нам дать отпор угнетению. в принципе, это и учит нас основным задачам борьбы. Спасибо. Владимир Михайлович. Я вот на что обращаю ваше внимание. вот начиная сегодня у нас 29-е заседание Российского Круга Рабочих. 24 40 49 24 года мы заседаем и 24 года какой бы вопрос мы не поднимали кроме Трудового Кодекса, который 6 лет мы отстаивали. Значит, на любом вопросе, вот и сегодня тоже очень, вот сразу видно, вопрос 6 часов рабочий день, казалось бы, вот такой специальный упуск такой вопрос. А упираемся опять во что? Упираемся опять в коллективный договор. Вот все вопросы внутреннего распорядка, это все прописывается в коллективном договоре. И опять вопрос какой? Вопрос, кстати, очень резонный. Как считать? Вот ты в 8.00 проходной прошел, ты уже работаешь и тебе претензий не может быть? Или в 8.00 ты должен быть на своем рабочем месте и в этом случае к тебе не будет претензий. Правильный вопрос? Все верно. Вопрос и так звучал. Как значит, могу сказать по этому поводу. Есть разные системы учета. Вот у нас, например, учет был на вертушке в цехе. В цех входишь, вот, что ты вошел все, ты уже тасачист. Проходная вообще роли не играет. Проходная проходная это общий режим там, а в цех это в цех вот ты пришел ты на рабочем месте. Это одна система. Механические цеха типа проходной. У них режима нет, проходной нет, вертушки нет. Они идут, так сказать, через проходную и все, они уже на заводе, они уже работают. Была система табельного учета, что пропуска сдавали и там закрывали закрывала доску, все, привет, опоздал. Отказались от этого. Почему? Не знаю, честно скажу, не знаю почему, потому что когда это сделали, я только начинал работать на заводе, но от этого отказались. в последних колдоговорах двух было прописано, что время у рабочих механических цехов и у монтажниц в сборочно-монтажном цехе время после работы 40 минут на гигиенические дела. Вот, это мандарница, чтобы свинец домой не носить, надо обязательно очиститься, помыться, но механический цеха там понятно, там и масло, и все, что угодно, пыль, грязь и так далее. То есть вот такой вот момент. Скажу сразу, трудно это дело шло, трудно, особенно первый раз, опять возвращаясь, не первый раз я это говорю, самое тяжелое было договориться в профсоюзном комитете о единстве действий по этому поводу и действий позиций, вот, потому что мы говорили, да ты чего, 40 минут, да там, ну, мы сначала вообще сказали час, вот, да ты что, нас никто не поддержит, рабочая поддержит, поддержит, что он делает, то есть трудно, вот это вот самое тяжелое формирование вот таких требований в коллективный договор, это договориться внутри профорганизации, потом там уже бодаться с администрацией, там проще, там понятие, там, хотя тоже есть свои сложности, тоже мы уже обсуждали, вот, то есть и 6-часовой рабочий день, и вопросы охраны труда, вообще все вопросы нашей Конституции, это коллективный договор, что в коллективном договоре напишем, что в коллективном договоре пробьем, примем, то и будет, вот, то есть коллективный договор, это база, на которой держится в том числе и организованность коллектива, все, спасибо, ищи товарищи только хотел выступить, золотов Александр Владимирович, доктор экономической наук, профессор, консультант российского аккредитета рабочих, уважаемые товарищи, как бы мы с вами не считали рабочее время, с какого момента начинается, все равно, если мы добьемся введения 6-часового рабочего дня, то на 2 часа времени у рабочего будет больше, чем при 8-часовом карме, не считали, с момента вертушки и так далее. Поэтому, конечно, интересный вопрос, но это вопросы связанные с тем, что в рамках установленного мы как-то можем чуть-чуть подвинуть в свою сторону и, безусловно, этим надо пользоваться, безусловно, если такая возможность есть. Но принципиальный вопрос решается таким образом, что надо бы вообще все это регламентированное время сокращать, тем более, что для этого есть возможность. Вот мы здесь говорили об опыте, вот опыт последних лет. Часто изучал кризис и так далее. И вот когда мы изучим кризис, так получается, что начинаем входить в положение работодателя, потому что тюн говорит кризис, да, и входишь в положение работодателя, и что начинается, значит, зарплата понижается. А вот теперь цифры. Вот что было до кризиса и что после кризиса. До кризиса был, говорит, подъем, а по экономической теории это означает, что люди работают на максимуме, а во время кризиса, поскольку производства через пень-колоду, вроде бы начинается сокращение и простое, и так далее. Ну, кризис же. Ну, что мы видим, что значит, с 13-го года по 16-й год отработанное время увеличилось среднее, даже по официальным оценкам, даже по официальным оценкам, больше, чем на час. Это кризис такой. А дальше, правильно, Дмитрий Ильич говорил, что у нас кризис, да, зарплата растет, если растет медленнее, чем цены, значит, реальная зарплата упала, доходы упали, а и количество миллионеров выросло, и миллиардеров. Ну, это такой кризис, это кризис, как, чтобы рабочие не дергались. Поэтому не будем ходить в положение работы дателей, мы это проходили уже и в 90-е годы, что тогда говорили, да что же, всегда говорят рабочим, не время бастовать, вот все время. Вот сейчас не время бастовать, потому что кризис, там было не время бастовать, потому что, а что бастовать, и так проставим, только одно дело тебя на поводке держат, по инициативе работодателя ты простаиваешь, иногда ты раб, а другое дело, ты говорил, я обозреваю забастовку, и вот что мы хотим, то и делаем, тогда хочешь не хочешь, он начинает суетиться, да, и у нас люди, которые не входили в положение работодателя, и тогда бастовали, когда казалось бы, вроде бы и так простаивали, и добивались хороших результатов. Кстати говоря, организаторы таких забастовок здесь находятся в нашем зале, это и Константин Александрович, и Владимир Михайлович, и так далее. Поэтому у предпринимателей всегда найдется, так сказать, такой повод, чтобы убедить рабочих, что не время бастовать, не время действовать, потому что то одно, то другое. А мы, тем не менее, должны заниматься, потому что здесь совершенно правильно докладчик сказал, что только коллективными действиями организованными можно добиться сокращения рабочего дня. И вот здесь вспоминали мы предыдущее поколение рабочих, да, и вот после февраля, и что было после февраля, я думаю, вот как же так, они ввели явочный порядок в 8 часов рабочий день, я долго себе задал такой вопрос, им этого хватило, чтобы совершить революцию, строить советскую власть, то есть выполнять невиданную работу, государственную. Да, и после этого никогда не было. Хотя и 8 часов рабочий не было, и 7 часов и рабочий день. И вдруг выяснилось, для меня неожиданно, что это ведь только ввели явочный порядок в 8 часов и день, это вот, так сказать, лозунг. А на самом деле, это нынешние историки, вот которые прямо злопыхатели говорят, на самом деле, они работали по 5-6 часов, рабочие в это время, но если они работали по 5-6 часов, тогда было понятно, что они Красной Гвардии делали, значит, газеты читали, собрания проводили, и думали, и ссылали, и сказать, своих представителей и так далее. То есть, на самом деле, в революционную эпоху рабочий день сокращается не до 8 часов, это слишком большой рабочий день, чтобы рабочие могли заниматься серьезным советским строительством, до 5-6 часов. Вот было какое положение. Это по уроку. Поэтому, на самом деле, был в России 6-часовой рабочий день. Вот, в тот небольшой период, это явочно порядок, на самом деле, прогласили 8, а 8 часов это на работе были, а вот правильно говорили, что у станков-то были операционное время непосредственно 5 часов, а остальное не то, что подготовительные, исключительные операции, а просто время, посвященное, значит, решению вопроса государственного строительства. Ну, тогда понятны, и успехов таких добились. Значит, ну, а теперь вот, на что бы хотел брать внимание, о чем Дмитрий Юрьевич сказал совершенно, и что, так сказать, является остротой момент. Вот мы вспоминаем прошлое, значит, говорим, что надо бы сократить, и так далее. Опять по опыту. А как можно сократить, когда вот столько людей, значит, еще и не знают об этом лозунге, хотя очень многие люди уже узнают, в том числе, благодаря присутствующим здесь товарищам, которые говорят, в них стрелы метают, говорят, как же так, ты такое рассказываешь, невозможно. Потом начинают думать, потом приходят, что делать, это обычная картина. Так вот, опыт у нас был. О нем говорили, я напоминаю, что в свое время, это было 10 лет назад, как бастовали профсоюзы докеров в Санкт-Петербургского порта, они сократились на час, на два, то есть сокращали рабочее время, остальное время посвящали как раз то, о чем вы говорили, проводили собрания, обсуждали, какие требования вставлять, как надо дальше действовать, то есть это в самом настоящем смысле свободное время, как время для борьбы за свои интересы. Это делали, и, так сказать, предприниматель очень быстро сломался, потому что понял, что если они так постоянно начнут работать, ну тогда они добьются значительно большего. И пошел на уступки. И когда они вернулись к этой, восьмичасовой, а потом они докатились до 12 часов, и поэтому сегодня докеров и не видим здесь, к большому сожалению. Но опыт этот бесценный остался. И вот на что обратил внимание наш консультант Михаил Васильевич Попов, которого здесь нет, но который как раз этот вопрос готовил тоже, и спидрокладчику советовал обратить на это внимание, что вот этот опыт докеров надо широко использовать. То есть вы бастуете, не прекращая полностью, о чем здесь говорили, а сокращая работу на 2 часа в день, тем самым вводя 6-часовой рабочий день, остальные 2 часа используя для профсоюзной работы, для этих целей, значит, и вот работайте бессрочно таким образом. Сначала будет, конечно, потеря в заработной плате, потому что было 8 часов, встал туда. Но потом, так сказать, когда, во-первых, вы будете же требовать все время, вам на уступки пойдут, потом, значит, работайте, начнет что-то думать в плане организации и производства, о чем здесь тоже говорили, что он не заинтересован, да, значит, потом, значит, производительность вырастет, и уже ваши зарплаты вырастет, потому что интенсивность тоже, правда, незаметно вырастет, и тогда как-то все это возет в колею, все увидят, в том числе и рабочие тоже, и предприниматель, что пришли с самым рабочим, нет, небо не обрушилось, производство не встало, а может даже предполагать, что оно будет развиваться успешнее, потому что еще Ленина отмечала, что чем больше работник работает, тем менее производительный, тем меньше получает, и тогда это привыкнет, так сказать, и для других тогда товарищей будет, это большой пример, который сюда приезжает, говорит, там делают, а у нас что-то не сделают, то есть, короче говоря, что вот смысл нашего сегодняшнего рассмотрения стоит в том, что, дорогие товарищи, нельзя ждать, пока поднимется весь рабочий класс, такого никогда и не было, сначала поднимались обуховские рабочие, морозовские рабочие поднимались, они добивались успеха, следуя их примеру, тоже другие добивались, подтягивались, и так, то есть, не будет такого, что сразу все выйдут, станут, и будет тогда после этого шести часового рабочего дня, вот борющиеся рабочие, бастующие могут добиться введения шести часового рабочего дня еще без всякого закона, да, и даже без принятия в коллективном договоре, то есть, просто осуществляя конституционные права на забастовку, и осуществляя эту забастовку в виде сокращения работы на два часа в день, исполняют, используют, так сказать, забастовку бессрочной, в таком варианте, им может быть, удастся и в коллективный договор забить, безусловно, еще раз говорю, когда все убедятся, что в этом не только ничего плохого нет, а и развитие производства, и прибыль возрастет, тот все правильно понимает, что прибыль-то возрастет, это тоже, и тогда, может быть, и в другой коллективный договор пойдет, и когда это широко шуровкой получит распространение, тогда это будет его законно, совершенно правильно здесь говорил, что закон фиксирует только то, что рабочий класс уже достиг, вот когда он широко это достигнет, в сих пор очень, тогда появится закон, и будет совершенно парламентским критичинизмом было бы, полагаю, что сначала будет принят закон, ни с того, ни с сего, то есть рабочие, значит, будут только ждать, а работают, сами пойдут навстречу, а после этого, значит, вот мы все будем хорошо жить, ничего подобного, но насчет примеров, есть, отдельные примеры есть, чтобы совсем, так сказать, не рисовать, есть всегда провозвестники будущего, в том числе из класса буржуазии, скажем, мы знаем, что, сказать, когда наступают определенные такие кризисные явления, многие представители, или некоторые представители класса буржуазии переходят на точку зрения пролетарианта, в Энгельсе мы помним, давайте вспомним Оуэна, значит, было в Англии, был 14-часовой рабочий день, он увел сам, фабрикант, 10-часовой рабочий день, ну и коммерческий добился большой успех, давайте вспомним Форда, а у нас, до революции, вот у нас здесь есть бугро, был такой купец, и на его мельницах, еще додолго, до февраля 17-го года, был введен 8-часовой рабочий день, то есть такое тоже бывает, такое тоже бывает, мы с вами прекрасно понимаем, что, к сожалению, это исключение, а чтобы это стало правилом, вот здесь нужна борьба, рабочего класса организованная, и вот в такой форме актуальной, которая уже проверена по опытам, рабочие, в результате докера добились, и повышение заработной платы, и все, то есть она очень эффективная, и давайте просто поймем, что это ни разу применяемо, не только в условиях докера, а это может стать образцом и нормой борьбы за 6-часовой рабочий день. Спасибо за внимание. Еще парики. Кажет. Докладывай. Да, к этому вопросу. А 6-часовом рабочий день? Да, работай. Когда мы ставили этот вопрос о сокращении рабочего дня до 6-ти часов, прежде всего мы некоторые и на работе, и здесь задумывались, ну как так может, чтобы кто-то пошел на такие уступки, вдруг к рабочему в 6-ти часов. Основная задача любого хозяина получения прибыли. Это всем, наверное, известно, просто мы, наверное, забываем. При требовании в 6-ти часов мы думаем о каждом если получается будет там сверхприбыль, а мы будем работать меньше, мы думаем о своей прибыли. Но для того, чтобы разговоры завели о внедрении нового оборудованной техники, конечно, дает новую прибыль, то есть улучшает условия труда, но хозяин не говорит о том, что если он получается сверхприбыль, что вам сокращу еще рабочее время, я получил сверхприбыль, про то, что можно еще сокращить титры рабочими, а куда же уходит еще домов сверхприбыль, мы не задумывались, а только опять упёрлись в свою прибыль, а когда эта прибыль вдруг где-то прозвучит за то, что вот у него яхта такая, так он за счет вашего времени нашего получает те же прибыли, используя не в новую оборудовую, а в купе себе дома, где-то на ладзорном деньги, яхты, а мы про свои дома не думаем, у нас есть дети, а мог бы у нас воспроизводство наших производительных сил, если мы создаваем еще больше прибавочных продуктов, как прибыль, работаем, продолжаем работать в потере 8 часов, когда уперлись в рабочее время, а на самом деле Валентин уже не первый раз об этом говорит, что, допустим, вот я стою в 5 и возвращаюсь тоже в 5, и пока ох, да ох, то спина и на все растет, остается где часа 3, а сон у нас тоже входит в нашу жизнь, что нам остается, а они успевают, товарищи или господа получившие от нашего пруда сверхприбыль, могут в это время пока мы тут работаем, такие факты есть, отдыхают, рабочие дети у нас здесь, а они отдыхают в Европе. Вот, прежде всего вопрос надо задавать себе как класса, как у нас есть такие люди, которые будут начальнику хорошо, будет и мне хорошо, и предлагая работать здесь, он еще бегает после работы еще на другую работу, еще одну прибыль кому-то создает, а дома его и не видели. Может, я рисковариваю, для себя. Поэтому вопрос в 6-часовом рабочем нет, это самый нормальный вопрос. Просто забыли, кто мы есть. мы создаем прибыль. Таким. А в 6-часовом рабочем дне? Да. Пожалуйста. Здравствуйте, Улачков Андрей, электромеханик. Хотел бы немного вопрос о сокращении расширить. Работу я на производстве круглосуточном. У нас несколько лет назад, когда было сокращение производства, работатель тоже решал о сокращении смен. Он вопрос решил так. Он перевел всех на 4-х дневную рабочую неделю, но зарплату оставил такой же. то есть при переработке 40-часовой рабочей недели он платил двойную, но если количество часов не доходило до 40, он все равно за 40-м плату не сокращал. в принципе сам вопрос в разных производствах я думаю можно поставить по-разному, но общий сокращение именно рабочей недели шестичасовой рабочую смену на круглосуточном производстве в принципе крайне неудобно организовывать. могу не я понял могу немного не согласиться и опять же из-за чего мы уже этот вопрос вентилировали что называется да вот как вы говорите высвобождаем один день но а где гарантии того что собственник на этот один день вот вас не будет на производстве а он на этот один день приведет другого такого же как вы и будет его извините я понял у нас забастовка то срам будем находиться на рабочем месте если например объявить забастовку на но если идти посредством забастовки то да и вопрос то ставится так лучше как бы здесь основная суть не такова что давайте среду или пятницу сделаем еще один выходной день здесь сам смысл всего этого чтобы общество чтобы сами рабочие непосредственно участвовали в регулировании и в организации именно своего процесса этого просто ну будет лишний выходной день там допустим по два по два часа за неделю там пятница как вы говорите четырех дней к пятнице у нас выходной день ну и опять все разъехались разбежались у производства людей не осталось все занимаются своими бытовыми делами и опять это приведет ну не к той позиции за которую как бы мы здесь продвигаем это требование а вот именно чтобы человек сам осознавал что это время нужно для его всестороннего развития а не только для того чтобы ну там какие-то свои извините меня вопросы частные решать вот я примерно как бы только по этому с позиции руководителя при 6-часовой рабочей смене ему придется дополнительно нанимать сотрудников на четвертую смену уговорить но в рабочем месте да он поймет что ему придется нанимать полнометных рабочих и это будет гораздо сложнее так это еще лучше если то есть армия лучше пусть растет армия рабочих чем армия безработных это это и еще плюс к нашей борьбе это то есть да то у нас будет извините сокращать постоянно оптимизировать как они сейчас любят это называть ужимать ужимать тогда для чего сейчас на мой взгляд происходит вот это значит разбиение крупных предприятий на мелкие ну чтобы народ меньше друг с другом контактировал чтобы вот эти а если это приведет как вы говорите больше народа опять же ему больше прибыль и у него производство лучше и производство в целом будет налаживаться и то есть здесь одни плюсы тогда в том случае о котором вы говорите если тем более еще привлечение новых работников ну это вообще развитие экономики пойдет полным ходом спасибо желающие представляться конечно обраны механ если будут меня в газету записывайте то пусть да немец москворецкая потому что моя фамилия на заводе уже до такой степени дозвучался меня уже вверха пригласили и хорошо и хорошо поработали со мной я буду выступать со своей проблемой я называю проблему шестичасовым рабочим мне вот в чем стоит проблема наш завод оборонный завод оборонные предприятия военные заводы авиационные военные завод не секрет что наше правительство выделило большое количество денег на оборонку и у нас повысились госзаказы не секрет что шариково-подшипниковый завод стерли с лица земли в Москве не секрет что ЗИЛ закрылся не секрет что серпом закрывается последние площади продают и все рабочие естественно у нас на салюте более того у нас на салюте работают еще и иногородние да у нас еще работают иногородние приехали те зарабатывают свою зарплату 35 и 45 после своих 12 это для них прекрасно вот и мне очень трудно с ними работать поначалу мне как-то с молодежью было легче работать я больше работаю с молодежью почему потому что они прислушиваются они молодые энтузиазма много вот что-то хотят из себя выплеснуть и видимо вот это вот давление со стороны приезжих со стороны пришедших с тех заводов которые позакрывались я задала значит вопрос что идет сейчас то что борьба я еще боюсь сказать что идет борьба за 6 часовой рабочий день но вот уже на некоторых предприятиях ведутся разговоры о 6 часов рабочем не вот начиная с ними как-то вот так вы знаете что у нас сразу со мной да ты что а что мы успеем за 6 часов сделать а мы чего получим да мы рады нам сверхурочные дают да нас поощряют этими сверхурочными да у меня задолженность такая я что буду получать вы знаете я не знаю что им ответить я действительно не знаю что им ответить я не могу их сконцентрировать вот на то что это их здоровье во-первых во-вторых все-таки как бы эксплуатация она действительно должна быть меньше мы должны сами себя не эксплуатировать а получается что мы сами себя заставляем эксплуатировать за то что у нас там где-то в каком-то городе долги большие долги за квартиру и здесь вместо 12 тысяч платят 45 тысяч как мне быть в этом плане как мне вести с ними работу у меня вот такой вопрос как мне к ним подойти с чего мне начать как им объяснить я жду ответ от всех подсказывайте да конечно могу вам посоветовать что 6 часов когда работаешь что больше 6 часов это уже сверхурочные они хотят сверхурочные вот они сверхурочные после 6 часов платить будет больше попробуйте так в каждый момент да я этот вопрос уже подняла я им уже говорила у нас в Москве на собрании уже был такой вопрос что сверх 6 часов рабочего дня 8 часов это уже сверхурочные но дело в том что они то мне как говорят причем грамотно говорят что вот эти вот 2 часа они должны сделать не сверхурочные детали а в порядке уплотнения рабочего дня а сверхурочные они еще дополнительные деньги получат то есть они сделчики они получают именно за то что они сделали в уплотнении рабочего дня и плюс сверхурочные здесь как быть что мне делать вот вопрос как мне поставить вопрос чтобы они меня поняли 45 тысяч нормально зарплата для них да после вы меня извините даже жилищ получают но я я хочу сказать я хочу сказать что даже серпа молотова пришли к нам после 18-20 тысяч они пришли на 45 тысяч их это устраивает мы там получали а вот здесь мы получаем причем 45 тысяч плюс сверхурочные они до 60 догоняют со сверхурочными но они же работают получается 4 часа сверхурочных они еще рабочий день больше рабочий день больше да но вот как им объяснить если вот они со сверхурочными с премией получает за 60 64 65 и вдруг я и вдруг я встреваю 6-ти часовой рабочий день да меня палки не побьют как мне быть да пожалуйста небольшое предложение как бы тут вопрос именно в психологии и пропаганде которая проводится именно в сознании общества к чему человек должен стремиться и к чему какой у него да вот именно культ денег происходит то что все должны жить лучше всех должны быть машины всех должны быть по 2 3 машины всех должно быть больше там благополучия всех благ в этом мне кажется проблем поэтому люди хотят мне кажется вообще поэтому рабочий класс попадает в рабство капиталисту потому что его раздразнили как мне понравилось нас дразнит рекламирую одежду как в одном фильме нас дразнит хорошей жизнью и мы ради этой хорошей жизни начинаем вот так работать проблем мне кажется в этом то как ее решить я пока что не знаю нужно вести иную пропаганду какого-то другого образа жизни других ценностей которые будут вдохновлять людей жить по-другому я думаю что в советские времена именно это светлое будущее оно как-то виделось по-другому не то что мы сейчас тут будем жаровать жить как господа а именно как-то по-другому там же водились ценности другие я конечно особо не жил в то время только родился ну как-то вот так мы тоже жили в то время хочу сделать не большой замечатель вставая задавая вопрос наступающий представляться у вас 7 минут прошло вы мы вас слушали еще вопрос по выступлению можно я скажу ситуация это у вас кстати представлен я скажу гузнецов по технологии токарь у вас кстати типичная ситуация у меня то же самое происходит когда я говорю 6 часов это нормальная реакция людей значит если говорить о тех кто вы говорите недавно пришел получал много раньше мало получал получает много увидите пройдет какое-то время и они будут считать что так и нужно и будут считать что то что они получают это мало и будут к вам больше прислушиваться уверяю это естественно они радуют пока эта радость пройдет значит мне сейчас просто работать нужно как бы психологически их подготавливать так получается союзный лидер он же всегда на острие дьявол должен быть готов что его будут бить палками вы что думаете меня не били палки и меня тоже не били это нормально нормально это нормально но люди самое главное что люди потом вот говорят что ты был прав ты был прав мне говорили конечно мне не удалось так сказать довести дело до забастовки и прочее а потом со временем люди начинают прислушиваться уверяю вас сначала да это так сказать отторжение непонимание ты что вообще там а потом если им аргументированно все это объяснить они понимают что да и что спасибо вот правда спасибо да лицом очень хорошие предложения предложения что же ответить на этот вопрос я бы еще предложил для ответа на вопрос тем кто вращается что надо говорить таким образом что лучше живут не те кто больше работают работники да а те кто осуществляет организованные коллективные действия и пример вот здесь именно здесь достаточно много мы знали докеров те докеры которые осуществляли коллективные действия я имею в виду Санкт-Петербургский морской фор те получали зарплату в 2-3 раза выше чем такие же докеры с wielding такой же производительностью но в других портах которые этих действий не осуществляли те авиадиспетчеры которые осуществляли коллективные действия да они получали зарплату которая очень большая излучней авиадиспетчеры которые их действий не осуществляли поэтому вот такой ответ Дорогие друзья, а зачем тогда сокращение рабочего времени? Так о сокращении времени мы не для того, чтобы собак гонять и так далее. О чем здесь правильно говорили? А для того, чтобы успешнее вести коллективную борьбу. Не так, что это, а так, когда вы в одиночку получаете. Вот и получается, что приемные госпарботы, значит, они работают бесконечно, а не наши понижают. То есть не за счет конкуренции между рабочими, не за счет того, что один выиграл, а большинство проиграл. Мы всегда знаем, что такое сверхурочное. Это когда один получает за счет других, потом он созидает на сцене всем, и все опускаются вниз. То есть это способ раздравить, а вот когда все вместе заодно, может это и требует большего времени, большего сознания. Правильно говоря, подождите немножко. Вот если вы правильно будете, путь указывает. В конце концов, люди потыкаются, потыкаются, убедятся в своем правильном решении и перейдут к коллективным действиям. Так что я думаю, что вот это тоже очень весомый ответ, что зарабатывают больше не те, кто больше работает, а те, кто успешнее осуществляет коллективные действия, организованы трусами. Все. Спасибо. Спасибо. Пугачева Ружен Борисович, научный сотрудник, Институт онкологии и Небулхина, Москва. Значит, я хочу вам рассказать о несколько новой форме, скажем, замены гастарбайтеров и конкуренции в работе, которая вот этот год сейчас будет активно и уже внедряется правительством. Вы, наверное, знаете, что проходил молодежный фестиваль и вот этот год сейчас объявили годом волонтерства. Вот очень интересная форма. Это совсем не то, что раньше было при социалистических субботниках и так далее. Люди внедряются в сознание, что они на пользу общества кладут свой труд бесплатный, потому что это добровольческий. Это делается из патриотических побуждений. На деле это замена временных работников, которых не хочет нанимать. Допустим, там Росконгресс, который проводит какое-то большое мероприятие. Бизнесмены, которые проводят большие, скажем так, семинары для привлечения новых кадров. И это, конечно, в первую очередь не среди рабочих, а среди студентов, которые еще только потом придут на производство. Вот. Я туда влезла в качестве волонтера, потому что такая же проблема с трудоустройством существует и среди пенсионеров, у которых пенсии маленькие, работу трудоустроиться они не могут, а их манят тем, что во время вот этих акций, которые проводят различные буржуазные корпорации для вербовки, в том числе кадров, они могут завязать интересные знакомства, зарекомендовать себя ценными работниками и, может быть, устроиться. Причем, когда вот идут семинары именно для пожилых, да, пенсионеров, им именно так прямо и говорят, что это полное упущение в нашем трудовом законодательстве, биржи труда, значит, это все только отписываются от вас, а вот на базе волонтерства вы сможете, значит, все-таки трудоустроиться, и мы сейчас будем принимать закон о волонтерстве. Но пенсионеров мы оставим в сторону, потому что нас только еще ждет повышение пенсионного возраста, если мы не будем сопротивляться. А вот что касается студенчества, оно очень покупается вот на эту патриотическую составляющую, и они не понимают, что труд волонтера должен подчиняться тем же законам, которые, на них должен распространяться трудовой кодекс, например, понимаете? То есть, что там должны быть перерывы каждые 4 часа там на отдых, да, что должен быть обед обеспечен, там, горячий. Очень многие вещи, которые, ну, мы понимаем, что вот рабочее место должно быть обеспечено спецодеждой, да, специальной там комнатой для отдыха, где требуется это должен быть душ. Вот все, что раньше профсоюзы защищали, отстаивали, контролировали, что все это распространяется на волонтерскую работу. Спецодежду они воспринимают как подарок, еду они воспринимают как особую заботу правительства. И когда им начинаешь вот объяснять, вот они просто не имеют представления ни о коллективных действиях, но в этой среде все равно существует большое недовольство правительством. И в том числе и первым лицом государства, потому что для них стоит вопрос, куда они пойдут после института. Особенно вот я в медицине, так сказать, занята. Для медиков вообще их же не распределяют, а в Москве даже кадровые, квалифицированные медики после того, как произошла оптимизация, у нас 85 больниц, поликлиник с больницами превратились в 61, а освободившихся медработников просто выкинули на улицу, сказав, что вы давайте в коммерческие структуры устраивайтесь. И на этом фоне, понимая, что без блата, без каких-то взяток они приличную работу не получат, у них есть вот эта надежда на волонтерство, что они получат эти знакомства и все-таки устроятся как бы по блату, это первый аспект. А второй, они как бы так нарабатывают опыт, потому что им вот сейчас вводятся новые положения о волонтерстве, и, например, студентам-медикам, которые там отработали 500 часов, ребят, представьте себе, да, 500 часов на минуточку, вот, они смогут поступить в аспирантуру на бесплатное государственное отделение. То есть сейчас государство целенаправленно превращает вот то, что мы раньше понимали, как труд на благо общества, свободный и от сердца идущий, не потому что у нас как-то нет зарплат, да, а сверх этого. Они понимают, как просто патриотическое движение и возможность в дальнейшем устроиться. И они составляют конкуренцию вот тем же самым гастарбайтерам. Почему? Очень многие работы, которые протекают вот на всех этих мероприятиях, они на самом деле должны оплачиваться. Вот. Но все это кладется, естественно, в карман. А у студентов воспитывается отношение такое, что все зависит от одного богатенького дяденьки, который их будет принимать и который их будет, значит, как с этим сейчас бороться, я не очень представляю. Но все время, вот тот же фестиваль молодежи, да, время работает против тех, кто пытается использовать социалистическую риторику, да, эти самые, то, что Советский Союз имел авторитет, победу в войне, вот. Потому что у них возникают вопросы. Почему вот все эти деньги, которые должны были быть, то есть чувство несправедливости, того, что они делают, на самом деле. Одна минута еще осталась. Да, я заканчивала, вот. И вот на эти несправедливости я все время вела разговоры. Я сейчас сохраняю переписку. Вот большинство волонтеров в масштабе, например, Москвы. Это около пяти тысяч волонтеров. А если в масштабе всей России, вот на момент фестиваля это было 35 тысяч волонтеров на минуточку. Вот. И это сейчас движение продолжается и развивается. И, заметьте, Владимир Владимирович очень его искусно использовал на выборах. Для понятия, для задушения любой оппозиции, скажем так. Вот. Я думаю, что вот среди них-то и надо пропагандировать и объяснять. Мы с ними вот забастовку, например, устроили, когда у нас после непрерывной четырехчасовой работы не было ни смены, ни еды. Я им просто объясняла, что ребята... Время. Да. Вот. И благодаря этому мы добились, что нам восстановили. Нормальную смену и следующая смена. Полминуты еще. Все уже, ребят. Я просто хочу сказать, что это новый аспект, который надо будет обновлять. Слово фестиваля. По вопросу. Не совсем по вопросу. Владимир Михайлович. У меня заступление там осталось несколько минут. Я, по-моему, не чирпал. Я, по-моему, не чирпал. Я, по-моему, не чирпал. Я чирпал. Ну, надо чирпал. Тут кроховорка. Очень серьезный вопрос подняли. А как с людьми договариваться? Чтобы они воспринимали, чтобы они поняли? Вопрос очень сложный. Мы знаем прекрасно. Значит, Марк в свое время сказал, что общественное объективное появляет общественное сознание. Поэтому деньги в уже одном обществе, они идут впереди. Не куда ты этого не денешься. Другое дело. Как их передвинуть с первого места? Значит, я вот, например, для своих на заводе такое объяснение воспринимали. Значит, Владимир Владимирович Майковский сказал в свое время, одному бублик, другому дырка от бублика. Это и есть демократическая республика. Я говорю, ребята, куда вы лезете, когда вот контрреволюция начиналась там, все это. Значит, не восприняли. Потом, когда их начали давить, вот, завод под уничтожение, вот, я им такое сделал. Ну, как объясняете, ребята, надо больше работать, завод будет лучше себя чувствовать, будет зарплата, все будет хорошо, будем расти. И, ребята, про бублик знаете? Знаем. Вот вы работаете, бублик больше, 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 больше. А вам чего? Вам дырка. Правда, у вас дырка тоже будет больше. Вы тоже в плюсе. Вот, понимаете, вот надо как-то так ставить людей. Поняли? Ну, было так порядка, ну, десятка, полтора раза, восторг, совершенно спокойно, мы организовывались, вот, готово, все, идем. Понимаете? Да, вот и такие формы, и такие формы, и дураками можно называть, я считаю, можно. Некоторые говорят, да, вы что, нельзя, как же так оскорблять людей? Можно. Можно. Если они дурят, их надо называть дураками. Ничего страшного нет. Потому что эти люди через год приходят и начинают жаловаться. Вот меня там, это. Ты к кому пришел жаловаться? Я же тебе говорил. Это нормальное совершенно положение. Люди приходят к пониманию того правильного, что вы объясняете, только через личный опыт. Другого пути нет. Теоретически, вот так вот, не воспринимают. Опять возвращаясь к коллективным договорам. Когда люди видят прок от коллективного договора, тогда люди за него борются. Тогда люди организовываются, и тогда люди начинают верить профсоюзным лидерам. Вот. Честно. Дмитрий Юрьевич, проект, зачитайте, пожалуйста. По первому вопросу предлагается следующий проект с восстановлением. Наглаза сокращения рабочего дня до 6 часов. Российский комитет рабочих отмечает, что российская буржуазия, пугая работников экономическим кризисом, удлинила рабочий день большинства трудящихся, расширив практику сверхурочной работы. Опыт опровергает иллюзию многих рабочих о том, что для улучшения их жизни надо больше работать, а не участвовать в организованных профсоюзами коллективных действиях за права и интересы рабочих. Российский комитет рабочих приветствует выступления всех рабочих, которые агитируют в своих трудовых коллективах, в средствах массовой информации, за сокращение рабочего дня до 6 часов без понижения заработной платы. Такие выступления помогают рабочим осознать необходимость борьбы за это насущное требование. Для борьбы за его реализацию Российский комитет рабочих рекомендует профсоюзам активнее использовать конституционное право на забастовку. Так, каждая профсоюзная организация вправе выдвинуть работодателю ряд крупных требований о внедрении новой техники на предприятие, о повышении зарплаты до уровня стоимости рабочей силы, о сокращении рабочего дня до 6 часов. При отказе работодателя выполнять эти требования профсоюз, пройдя все предусмотренные законом процедуры начала коллективного трудового спора, объявляет забастовку. В соответствии с понятием забастовки, как временного добровольного отказа работников от исполнения трудовых обязанностей полностью или частично, забастовку целесообразно проводить в форме работы по 6 часов в день вместо 8 часов. Высвободившиеся два часа необходимо использовать для обсуждения работниками коды забастовки, их обучения профсоюзной работе и так далее. Так как продолжительность коллективного трудового спора законом не регламентируется, коллектив фактически ведет 6-ти часовой рабочий день, а систематическая борьба работников обеспечит повышение зарплаты по сравнению с предзабастовочным уровнем. А систематическая борьба работников обеспечит повышение зарплаты по сравнению с предзабастовочным уровнем. Распределение такой передовой практики позволит рабочему классу существенно улучшить свою жизнь, в том числе добившись законодательного оформления шестичасового рабочего дня в России. Кто за это предложение? Можно остановление, да? Здорово, Константин Дмитриевич, завод Роза, Гуротенко. Вот это я, как говорил, каждый раз приезжаю, говорю, что так, хорошо, если у кого есть профсоюзы, завод, которые действуют в профсоюзах, а если у кого нет профсоюзов и не дают возможности профсоюзов делать, их не ловь профсоюз есть, как так быть? Вот ставим задачу вот этим людям, да? Это будет четвертый вопрос, еще он переплетется, как быть, если... Вот, вот, и вот, ну, что, пока не переплетелся, надо с самого начала, надо же, пираться, цель вот. Понимаете? Мы сейчас будем уже постановление принимать, правильно? Вот надо как-то... Это проект... Это, да, мы все равно его будем принимать, тогда как-то все равно обдумать. Вот это дело, у которого нету профсоюзов, у которого есть профсоюз, у которого есть профсоюз, да, я согласен, да, это будет хорошо. А если у кого желтый профсоюз, который им чисто просто так, для отмазки. А страдает кто? Рабочий страдает. Работник страдает. Вот в чем. Дело в том, что это постановление, в общем, ну, такое стратегическое, а его пропаганду, подготовку работников никто не отменяет. То есть даже желтый профсоюз никто не мешает объяснять людям, что есть, что и, кто есть, кто и привлекать на свою сторону. То есть это, это стратегическое положение, ну, общее, вот, для, ну, которое указывает направление работы, вот. Ну, конечно, не факт, что профсоюз сразу прочитает и, то самое, с распростертыми, как говорится, да, и примет, да, но это положение отражает интересы, коленные интересы рабочего класса. А уже от коллективных действий, если мы сможем это объяснить людям настолько, убедить их, что они поддержат это, так и никто не сможет противодействовать, противостоять, если будет единство в этом вопросе. Союзов у нас отдельный пункт, где ее строительство не будет. Можно? Два слова. По проекту? Про проекту, да? Да. Очень эффективно разрушать забастовки делают это в Штрейнбергере. Если, конечно, Валерий Михайлович выступал и у него, может быть, всех забастовок не было в Штрейнбергере, я вам скажу, что у нас в Меланжевом комбинате Ивановском Штрейнбергере очень хорошо работает. И об этом не надо забывать, что появятся они, появятся, особенно в этой ситуации. Когда, извините, предприятие закрывается, значит, люди ходят без работы, и все говорят, что это самое сегодня. Я что хочу сказать, не надо иногда обольщаться. Вот товарищ говорил о том, что трехдневная рабочая неделя, а у нас в области Ивановской продолжаются двухдневные рабочие недели. Двухдневные. И что и брейкеров, извините, найти очень просто. Я, кстати, Анатолий Николаевич, хороший инструмент придел в пользу этого постановления. Я не скажу, я не против, я не наступал, я пришел в внимание, что это надо... А Владимир Владимирович, что нравится? Если вы работаете 6 часов, а 2 часа не работаете, то на 2 часа вы, конечно, никаких Штрейнбрекеров не притащите, потому что невозможно организовать такую работу. Поэтому вот частичное прекращение работы путем введения 6 часового рабочего дня решает проблему Штрейнбрекерсов, что тоже очень важно. Я хотел заметить, что... Мы не можем в одно постановление вместить все вопросы по ввеске дня. Почему? И нет такой необходимости. По созданию и, так сказать, улучшению работы профсоюзов у нас будет 4 вопрос. Это первое. Второе. Штрейнбрекеры явления не новые, неизвестные. Мы знаем, на опыте тех же самых докеров, как они с ними борются. По рабочим. Да. Есть, так сказать, правовые, во-первых, аспекты, потому что забастовочный комитет по закону обеспечивает порядок на предприятии. Ну и, как уже многократно говорили, во время проведения забастовки не надо уходить с рабочего места. Тогда ваше рабочее место ни к какой степени берете не дает. Если вы ушли, если вы день в неделю построите, как вы предлагали, конечно, на этот день могут прийти, вас нет на предприятии и так далее. Поэтому здесь надо действовать разумно, действовать в соответствии с законом, ну и, так сказать, о товарищем, который придет, он объясняет, что не надо помогать. Ну, по-моему, работодатель. Спасибо. Уважаемые товарищи, предлагается проект постановления принять за основу и законспектировать, точнее записать под диктовку для того, чтобы проект был у вас перед глазами, чтобы можно было какие-то вещи туда добавить, проработать и что-то может дополнить. Так, давайте примем его за основу сначала. Кто за то, что данный проект постановления принять за основу? Против воздержавшегося единогласного. Мандатная комиссия просит слово для доклада. Предоставляем. Сегодня у нас на заседании участвуют делегатов с решающим голосом 14 человек, с совещательным голосом 7 человек и приглашенных 7 человек. Значит, что хотелось бы отметить, чем отличается выявление состава от предыдущего. Есть положительная динамика в том, в количестве предприятий, которые представлены. По городам такой динамики особой нет, а по предприятиям с серьезной динамикой. Значит, это один момент и другой момент. Среди приглашенных у нас есть три человека инициативных предприятий, которые приехали сюда для того, чтобы, во-первых, учиться, во-вторых, завязать связи, так сказать, внутри рабочего движения. Это очень важно. Я считаю, что, в общем-то, у нас, ну, пожалуй, впервые, ну, не впервые, сначала-то были такие люди. Но уже давно такой практики не было, чтобы человек инициативно приехал откуда-то, с края Динли, вот, приехал на наше заседание. Так, значит, представлены предприятия НПЦТ, Салют, Питер, Москва, 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 виноват, виноват, Трауза, Энгельс, названия такие. Казань представлена, Вектор, Ленинград, пассажир Автотранс Ленинград, Чергос, да? Да. Чергос? Чергос. Чергос. Названица. Значит, Ленинград, Внеев, Саров, Смудва, Ленинград, Мера, Королёв, Слава, Саров, Саратов. Это вот по городам. И, значит, Свердловская область. Свердловская область, да? Угу. Так, и Лукоянов и Богородская, Книжегородская область – это вот люди, которые приехали сюда инициативно. Здесь, кстати, учиться поработать. Предвода утвердить. Уважаемые товарищи, предлагается утвердить отчет мандатной комиссии. Кто за? Прошу голосовать. Против, выдержавшихся. Моя фамилия и предпетель не прозвучат. Ну? Моя фамилия и предпетель не прозвучат. Сырни будете. Такая же. Фамилия не прозвучат. Фамилия вообще не нужна у меня боль. Вот. Город и предпетель. Какой? Москва и инжспецстрой. И что, может быть, мы сейчас услышим. Может быть, все плохо. На воды вставайте, шерень не сметайте, на битву шагайте, 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 шагайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова